Дальневосточное таможенное управление Дереваты медведя обнаружили таможенники у гражданина Китая при выезде из Благовещенска Ягодка черничка Читинские таможенники в пункте пропуска Забайкальск оформляют новый товар В рамках рабочей поездки руководитель ФТС России Валерий Пикалев ознакомился с работой автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе в Приморье Он проинспектировал работу таможенников в действующих пунктах пропуска пограничной и Краскина, а также ход строительства в них Также руководитель ФТС России посетил Находкинскую таможню, где ознакомился с организацией работы склада временного хранения Здесь проводят таможенный досмотр товаров, прибывших в морской порт Находка С начала года таможенники оформили в порту 11 тысяч контейнеров В порту Восточный глава ФТС России ознакомился с работой МИДК, инфраструктурой и техническим оснащением С начала года таможенники оформили около 119 тысяч контейнеров с широкой номенклатурой товаров Во Владивостокском морском торговом порту глава ФТС ознакомился с техническими средствами таможенного контроля Они оснащены автоматической системой фиксации результатов Также руководителю продемонстрировали работу информационной системы порта Кроме того, глава ФТС посетил Дальневосточную электронную таможню и Дальневосточный ЦЭТ С начала года здесь выпустили более 45 тысяч деклараций на товары Когти медведя обнаружили хабаровские таможенники у гражданина Китая, выезжающего автобусом в Хэйхэ Четыре когтя 38-летний иностранец положил в карман куртки, не задекларировал их И не предоставил сотрудникам таможни разрешительных документов при вывозе Чтобы не потерять эксклюзивную покупку, мужчина перевязал когти красной нитью Так как для жителей Поднебесный красный цвет олицетворяет удачу При устном опросе он пояснил, что приобрел когти у друга и планировал изготавливать из них лекарства для личного употребления О том, что их нельзя вывозить из России без разрешительных документов, мужчина не знал Как показала экспертиза, изъятые когти – это дереваты, которые являются видами дикой флоры и фауны, попадающей под действие Конвенции СИТЭС А также являются редкими видами диких животных, находящихся под угрозой исчезновения Для их вывоза из России необходимо разрешение на экспорт уполномоченного органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений Теперь ему грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией Читинские таможенники с февраля 2024 года оформили 7 товарных партий ягод черники из Китая в пункте пропуска Забайкальск Этот товар на таможенном посту оформляется впервые, ягоды поступают не только в магазины города Читы, но и идут транзитом во все города России Ягоды черники прибывают в пункт пропуска Забайкальск грузовым автотранспортом Всего с февраля 2024 года по настоящее время оформлено более 18 тонн ягоды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин